Уважаемые читатели и любители моих небольших роликов, приближается Новый год, ну и, соответственно, к нему должны быть какие-то подарки. Ну, своеобразный подарок я тоже приготовил. В конце года вышла где-то в сентябре-октябре моя новая книжка, которая является продолжением предыдущих изданий, а именно «Нищеты мозга», которая вышла уже третьим изданием. Ее продолжение «Церебральный сортинг», который, собственно говоря, скоро тоже выйдет вторым изданием, третьим уже, второе издание исправлено, и третьим выйдет стереотипным. Ну и новая книга, которая в этом году, собственно говоря, и является своеобразным новогодним подарком, – это книга «Морфология сознания». Вот эта книжка. Я немножко говорил, когда получил сигнальные номера, когда еще работал на радио, и объявлял о том, что эту книжку профинансировал директор Музея каллиграфии Шабуров, за что ему огромная благодарность. Здесь в начале книги, в предисловии это отмечено, что Александр Юрьевич проявил, конечно, огромное благородство без всякого смысла для себя, без всякой экономической выгоды, профинансировав издание этой книги. Собственно говоря, эта книга до сих пор рассылалась только по заявкам читателей, которые заранее озаботились и заказали книгу. Дело в том, что никто не против их продавать сразу и немедленно, но дело-то в том, что издание само, объем его, количество экземпляров, зависит от того, сколько людей проявят интерес. И поэтому собираются предварительные заказы. И пока они не обслужены издательством, естественно, книга не пускается в свободную продажу. Свободная продажа начнется сразу после Нового года. Это будет 5 января в 17 часов будет презентация этой книги в доме книги на Новом Арбате, где можно, собственно говоря, и задать вопросы для тех, кто эти книжки читал, ну и послушать, что я об этом буду говорить, если это интересно. Значит, книжка на самом деле является моим застарелым долгом перед женщинами и девушками, поскольку я часто достаточно издевательски отношусь к эксообразительности, к различным поступкам, что, собственно говоря, характерно не только для девушек. 99% мальчиков ведут себя не намного лучше, а зачастую и хуже. Так, дело в том, что это характерно для всех приматов, которые населяют эту планету. Поэтому бежаться на меня не стоит, а стоит обратить внимание на то, как вы себя каждый день ведете. Но книжка не об этом. Книжка совершенно об ином. Она называется «Морфология сознания». И это парадоксальное название. На самом деле не пустые, не пустые сочетания каких-то бессмысленных или экзотических слов. Нет морфологии, но это, понятно, структура. Значит, речь идет, если говорить совсем уж по-русски, то о структуре нашего мышления, то есть то, что называется, принято называть сознанием. То есть о том, что лежит в основе нашего понимания этого мира. Это первый том, как здесь на нем написано. Будет и второй, он будет не скоро, потому что с ним большая нужна еще работа. Но самое главное, что в этой книжке внутри. Эта книжка действительно посвящена в значительной степени девушкам, мамам, бабушкам и прочим всяким помощникам созревания и развития детей. Потому что она посвящена как раз формированию той структуры, на которой базируется наше человеческое сознание. То есть что мы можем дать ребенку в то время, когда он развивается? В чем, собственно говоря, весь принцип развития? То есть те основы, скажем так, возрастной физиологии, созревания головного мозга, некоторые особенности восприятия, некоторые особенности, скажем так, поведения детей, которые строятся не столько на вашем воспитании, которые, может быть, иногда даже слишком оригинальным, а на тех способностях, которые имеет мозг. То есть насколько его нервная система, нейроны или целые функциональные системы созревают в развитии. И поэтому в книжке «Семь глав». Она начинается с главы, ну, о том, как, собственно говоря, начинается развитие человеческого мозга с эмбриогенеза, то есть самых ранних стадий развития, когда нервная система там составляет всего несколько десятков микрон. И для этого в книжке есть некоторые иллюстрации. То есть здесь проиллюстрированы ранние стадии формирования нервной трубки, потом роста зародыша, ранние стадии формирования головного мозга вплоть до рождения. То есть она на форзатсах и нагзатсах. Здесь есть некие иллюстрации, которые будут полезны для некоторых людей, которые совсем не имеют представления о том, что происходит с мозгами, растущими мозгами ребенка. Здесь оригинальные картинки, которые, как известно, в интернете представляют собой зачастую творчество не совсем вменяемых художников или эмбриологов, которые пользуются аналогиями, ну, типа мышиных, что имеет очень мало отношения к человеческому развитию. Так вот, первая глава – это эмбриогенез. И здесь посвящена она полностью тому, как после оплодотворения, через какое время, начинается эмбриональное развитие мозга человека. Из чего? И какие тут засады? Потому что единственное место, где нас всегда ждут, как вы знаете, – это засады. Вот эмбриогенез человека, на самом деле, ранней стадии развития – это сплошная засада, поскольку она очень катастрофична, очень много плодов и эмбрионов гибнет в процессе развития. По самым скромным расчетам, это может составлять 1 к 100. Это печальная до крайности история. Она меня тоже, кстати говоря, очень сильно пугает и очень сильно расстраивает, потому что цена за человеческую жизнь в 99 человек, не родившихся, эмбрионов и плодов, она, конечно, катастрофична. Поэтому можно только сожалеть, что это происходит, что, конечно, я думаю, и вас, как и меня, сильно расстраивает. Так вот, в эмбриогенезе происходят не только катастрофы, но и происходит закладка очень многих событий, которые представляют колоссальный и общечеловеческий, и научный интерес. Дело в том, что формирование нервной трубочки, замыкание, происходит очень медленно. И отягощено массой неприятных событий, которые потом сказываются у нас всю жизнь. Но приведу только один пример. В процессе эмбрионального развития закладка спинного мозга из 100% клеток, которые закладываются спином мозги, и потом иннервируют наше, соответственно, туловище, внутренние органы, руки, ноги, из них гибнет 80-85% клеток. Безвозвратно. Все. Они фагоцитируются своими дружелюбными соседями. Ну, такой нейрональный каннибализм. Результат превосходит ожидания. Когда у человека появляется травма мозга, никаким спинного мозга, в первую очередь, никаким способом это исправить нельзя. И поэтому бедные колясочники испытывают колоссальные трудности. Почему? Потому что клеток много взять негде. Нет, конечно, среди полоумных, нормально ходящих без колясок фантазеров полно этих любителей стволовых клеток, которые обещают вам их пересадить и вырастить новый спинной мозг. Вруны, потому что до сих пор как люди ездят в колясках, так и ездят после травм спинного мозга. Но для того, чтобы понять, почему это происходит, то почему нет компенсации, полезно ознакомиться с этой первой главой. Вторая глава не менее интересна. Это плодный период. То есть период от примерно восьмой недели внутриутробного развития до подхода к рождению, до седьмого, там, восьмого месяца внутриутробного развития человека. Интересно это период? Да, интересно. Потому что в этот момент как раз закладываются все те будущие и проблемы, и достижения, которые возникают у человека. В этот момент, ну, приведу только один известный пример. Складываются эмбриональные борозды из вилины, которые существуют несколько недель, а потом опять распрямляются, а потом вторично возникают на этом же месте вновь. Ну, у человека таких много фокусов в развитии, много дифференциальной гибели клеток, как морфогенетического явления. То есть клетки гибнут для того, чтобы задать некую форму головному мозгу. Обращаю внимание, такое самоубийство, оно является нормальным морфогенетическим процессом, в котором как раз и работает апоптос. Во всех остальных случаях это в основном притянуто за уши. Третья глава – это подготовка к рождению. То есть, что происходит с ребенком к тому моменту, когда он появится на свет. Ну, дело в том, что нужно уметь хоть что-то делать, ну, как минимум дышать. Не зря там врачи хлопают по попке бедных новорожденных, потому что они, в общем, не очень собираются это делать. И так было вроде бы в животе матери хорошо. Так вот, нужно подготовить органы чувств самые разнообразные, самые системы восприятия этого мира, которые бы позволили ребенку выжить и адаптироваться. И там много парадоксальных вещей. Там, например, первый основной орган чувств это что? Первые рефлексы возникают на очень странные, кинестетические. То есть, ребенок первым рефлексом является его положение в руках матери. Ну, классика известная. Бабушки, такие, как известно, отягощенные недостатком сознания, обычно пытаются хватать ребенка. Но его положение, его позиция чуть-чуть иная. Кинестетический, вестибулярный аппарат ребенка запоминает именно это. Они начинают орать. Папа не умела там переворачивать. Не обязательно кверх ногами, но просто смещают. А ребенок, первый рефлекторное запоминание это положение тела в пространстве, потому что он почти ничего не видит. В первый месяц там поле зрения составляет монокулярного, то есть, одного глаза. Всего 20%. Про цвета я вообще не говорю. И слух тоже очень неважный. Поэтому там Брамса играть специальным оркестром Большого театра во внутриутробный период это, в общем, такой махровый психологический идиотизм. Есть много других всяких особенностей. Например, вторым основным чувством, кроме киноэстетического ощущения положения пространства, является обоняние. С его помощью дети находят материнскую грудь и возбуждаются, когда ее подносят. Но если она не помыта каким-нибудь омерзительным мылом с антибиотиком, ну, если она грязненькая, то он ее улавливает и нюхает. И тогда срабатывает, находит и присасывается. Об этом много раз говорил. Дальше эта глава заканчивает с рождением. Ну, понятно, что рождение это самый сложный момент, когда как раз вот эти все органы чувств и включаются. Я привожу массу примеров и таких конкретных морфологических наблюдений из тех времен, когда с детьми еще можно было экспериментировать и вообще трогать их руками. А они надеются на проведение, что они выживут и будут нормальными. Ну, и дальше начинается, понятно, что? Начинается созревание видового поведения. До индивидуального еще очень и очень далеко. И вот видовое поведение, оно созревает более-менее у всех одинаково, но уже начинает приобретать индивидуальную окраску. Оно происходит очень медленно, поскольку мозг новорожденного очень маленький, а у нас с вами довольно большой. Вот это вот рост не за счет увеличения числа клеток, как считают некоторые полоумные изобретатели стволовости, а за счет того, что увеличивают связи между отдельными нейронами. То есть, образуются новые синаптические контакты, новые отростки, и мозг гидротируется. То есть, вот это все вместе, образование связи, на это уходят годы. Потому что следующая глава, посвященная формированию коры, собственно говоря, об этом говорит. Синаптогенез начинается очень поздно, идет очень медленно, и более-менее завершается к 7-8 годам. Поэтому очень многие вещи дети не запоминают, а память очень быстро перестраивается. То есть, основа психоанализа является, как бы так, помягче высосанной из пальца. Потому что памяти-то практически у детской нет, и воспоминания достаточно специфические, носят определенную закономерность. Обычно это или ярские переживания, или стресс огромный, что отмечают все дети. Ну, про свои ранние детские воспоминания. Этому посвящена как раз глава формирования коры и появление, собственно говоря, морфологических основ сознания. То есть, ну, они пока еще видоспецифичны. После этого огромный раздел, посвященный созреванию памяти. То есть, той самой памяти, которая как раз является похоронной командой теории психоанализа. Почему? По очень простой причине. Как раз созревание памяти идет очень неравномерно. Связи между нейронами регулярно перестраиваются. Поэтому надеяться, что какие-то детские впечатления о папе и с мамой потом станут основой сексуально-романтических проблем, к сожалению, не приходится. Этой памяти практически нет. А есть законы того, как она образуется, этому посвящена целая глава. Ну, и завершается книжка седьмой главой, в которой находится такой раздел так называемых когнитивных запечатлений. Дело в том, что мы не столько научаемся, сколько подражаем. Дело в том, что мы не столько понимаем тому, чему учимся, сколько просто стараемся сделать, освоить некоторый алгоритм или сделать поступки, похожие на взрослых. Это и есть те самые когнитивные запечатления или так называемые социальные инстинкты. Они очень интенсивно образуются примерно вот с 7-8 лет до примерно где-то 13-14. Очень активный период. И то, что закладывается в этот момент, становится зачастую интуитивной или подсознательной базовой основой восприятия мира на всю жизнь. Почему? Ну, потому что это уже те связи, которые формируются надолго. А при известном повторении, если вы возвращаетесь к этим самым мыслям и связям, то сохраняются на всю жизнь как детские впечатления. В этот момент человек накапливает те самые наборы социальных инстинктов, которыми пользуются всю жизнь. Собственно говоря, на этом книжка и заканчивается. Это общий обзор. На самом деле она намного сложнее, намного интереснее. И приведено здесь большое количество примеров. Может быть, тем, кто выращивает детей, вообще отяготился заботами о том, чтобы они выросли не круглыми идиотами, что и при большой заботливости часто происходят. Может быть, она пригодится. Собственно, с этими целями она и написана. Ее продолжение, если оно будет, оно будет во втором томе, и оно будет посвящено уже проблемам полового созревания, катастрофе, которая при этом происходит с нашим сознанием. И как из-за этой катастрофы, с какими потерями, с какими трагедиями мы выходим. Речь идет, конечно, не о психологических, как вы понимаете, экзерсисах, а речь идет исключительно о морфо-функциональном созревании нервной системы человека. Может быть, кому-то понравится эта книжка, может быть, кто-то сделает из нее какие-то далеко идущие выводы, которые позволят как-то избавить наших маленьких соплеменников от глупости родителей, которые действуют, на них катастрофически портят им головной мозг на всю оставшуюся жизнь. Знания, конечно, рождают печали, но я призываю все-таки пользоваться знаниями для того, чтобы хотя бы не испортить судьбу своих собственных детей. Для этого нужно читать книжки. Может быть, это будет в ряду наиболее интересных, кроме всяких практических, но очень сомнительных советов. Должен поздравить всех с Новым Годом и раскрыть страшную тайну. У меня в этой штучке хранятся сушки. Я больше всего люблю сушки в качестве добавки к чаю и знаю про них много всяких фокусов. Но вот один из них это о том, как разделить сушку на две части. Раздавить в руке. Это достаточно интересное занятие. Советую попробовать, а также попытаться получить удовольствие от гладких и каленных сушек. В Новый Год мы идем не только с этой книжкой, но и вышел еще новый календарь, который называется Поиск истины. Вот такой календарик. Он посвящен собственно говоря 20 веку, в котором я прожил огромную часть своей жизни. И там всякие натюрморты, которые может быть не столь привлекательны для любителей здорового образа жизни, но мне кажется они довольно точно отражают менталитет и условия созревания нашего сознания старшего поколения, которое происходило далеко не в идеальных условиях. На этом я прощаюсь с вами и надеюсь, что 5 числа, 5 января 2019 года вы придете поговорить о новой книге, ну или может быть получить автограф. Как сказал мне один читатель, когда я подписывал книгу, он так ядовито стоя за плечом заметил, я говорит сердцем чувствую, как эта книжка дорожает. Ну что ж, я рад, что хоть так могу помочь кому-то и получить удовольствие. На этом прощаюсь, я надеюсь, в следующем ролике я расскажу о значительно более интересных научных событиях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok